Даны корни из единицы n-ой степени, ну то есть числа 1, z, это косинус 2,5 делит на n, плюс и синус 2,5 делит на n, z в квадрате и так далее, и так далее, входит от z в степени n-1. Как разлагается единица, деленная на d в степени n-1 на простейшие тропы? Оказывается, формула очень простая. Вот она там внизу написана. Коэффициент при единице делить на x минус z в квадрате, это z в степени ка, делить на n. Давайте докажем это реальности. Ну, собственно, вот эта формула сочинно-промерная. Просто если у нас известны все органы корчевина, они все разные, и старший крестец в единице, то так должно быть. Вот надо доказать такую формулу. Во-первых, давайте проверим, а она вообще не одна, а когда n-1 вновь не будет. Если n-1 вновь не будет, то корней у нас 1 и минус 1. Будет вот такая формула. Давайте все-таки не буду проверять, а остальные, честное слово, все получится. Видите, трое гибель, четвергель, легко посмотреть, докажем, в общем, это может сделать по-разному. Один из простых способов такой. Давайте домножим на x, где меня на минус 1, обе части этой формулы и проверим, что она будет отмянула. То есть, что это означает? Когда домножим на x, где меня на минус 1, то есть сигналы все такие сколки. То, когда мы домножаем очередное изображаемое, одна столько сократилась, а остальные остались. Это здесь зависит от того, как мы видим, да, x-минутитов в кадре на самом деле не надо описать, а все остальное описать надо. Вот, ну и осталось, минутитов в кадре или на 5. Вот надо это проверить. Как это проверить? Здесь многочлен степени меньше, чем я. Потому что мы x-степени аминус 1 пишем без этого множителя. Значит, это сумма многочленов в степени аминус 1. Значит, если мы проверим по всех корнях из единиц в н-точках, то равенства будет вверх. Берем точку дзитов-степеника. Все слагаемые, кроме одного, зонулянца, потому что там будет множитель x-степени в кадре. А останется только вот такое интересное место. Дзитов-степеника и дзитов-степеника будут, все остальные будут. Как это проверить? Ну, опять, это нужно по-разному объяснять. Один из очевидных способов такой. А давайте продифференцируем. Вот, вот, равенства. Просто-напросто продифференцируем. И посмотрим, чего равна производная в точке дзитов-степеника. Слева у нас будет так. Если вы будете дифференцировать не сколько вы измените дзитов-хады и потом подставить дзитов-хады, будет ноль. Это, на самом деле, дифференцировать сколько вы измените дзитов-хады, и значит там как раз и останется вот это вот произведение. И мы получаем такую, что, значит, вот производная здесь, нужно, я что-то буду перевисывать, это вражение подозначено пэм. И так, там нет просто-напросто вот это самое произведение пэм. Так, и надо понять, что эта формула и эта формула одной и той же. Это очень легко. Смотрите, смотрите. Ведь если вы в этом районе поделите на n, то у вас как раз получится п разделить на n. Ещё умножите на n, тогда здесь умножится на n, а n, получится n, а n, это единица, поэтому n, это единица, поэтому n, это тоже единица. Можно было и без дифференцирования обойтись. А именно, если мы в таком выражении делим на n в степени х, то получается такое выражение, что вот это самое, это наше пэм. То есть это и есть х, минус 1, леверитная х, минус 1, леверитная х, минус 2 в степени ка, подсчитанная от точки х в степени ка, то есть от сначала в степень ка. Но это же делится по формуле геометической прогрессии, потому что единицу можно записать как z в степени k в степени n. А у нас в школьной программе есть формула a в степени n, минус b в степени n, а в степени а минус b. Ну и тоже если посмотреть, то у нас тоже все получится. Вот мы с вами доказали, мне кажется, симпатичное место.